Сектор Б-1. Лаборатория Генезис. Именно здесь могущественная корпорация, уничтожившая весь мир, проводила свои эксперименты в области биологического оружия. Когда я встретил его первый раз, я был шокирован и потерпел поражение. Образец именуемый ледокол. Еще не зомби, но уже и не человек. Нечеловеческая сила и способность подчинять разум живых мертвецов делает его воистину опасным противником. Уходя все лучше, в сектор Б-1, проходя коридор за коридором, комнату за комнатой, я думал лишь о месте. Какой он будет, наш второй поединок? Время пришло. Не томи, открывай. Это даже интереснее босса. Вот он, реаниматор. Все как надо. Белая красочка, посмотри. Мне недавно написали коммент, я 200 краски вытащил с рейда. Представляешь? 200! Жесть какая! Это все круто, да? Но реальность, она такова, что вот эта белая краска здесь, это очень клево. Очень. Ну и соответственно, да, нам дали еще два ствола, слушай. Вообще нормально, мне нравится. Праздничную музыку включать не стоит. Скорее всего, исход очевиден. Меня накажут. Накажут и догнут. Я посмотрел, как его пытаются проходить. По 10, по 15 реаниматоров, короче, тратят, да? Такая грязь вообще, беспредел. Не, я таким идиотизмом заниматься не буду. И тебе подобную шнягу показывать не буду. Нормально, я не знаю, там, ну 3 реаниматора, допустим. У меня в данный момент один во мне, да? Уже, так сказать. И один запас. Ну, будем считать, что у меня 3. Ну вот, да? 75 рублей. 3 реаниматора. В нем важны руки, да? И скилл, и т.д., и т.п. А вообще, я могу что тебе сказать? Слушай, вот так вот мимо проходи и даже не трогай его. Это необязательный босс. С него не падает, значит, какой-то там супер огнестрел там, или много репутации. Это просто хлам, который сожрет с тебя реаниматоры, стволы генезис. Возьми лучше зачистку в пули. Через 2 дня откатывается. Проходим, блин, сектор А1 хард. Ты сам видел. И таким образом качаем репутацию. МК надо убивать. МК, которого я убил в прошлой серии. Посмотри ее обязательно. Это был просто идеальный килл МК. Почему? А я не потратил ни одного реаниматора. Ни одной смерти у меня не было. Вот его обязательно надо убивать, да? Следующего МК финального. Подходим к его финальной двери, разворачиваться и уходим домой, да? Серьезно. Но вот это парень вообще проходящий, как гибрид. Какая у него стратегия? У него 2 этапа. Первый этап он толстяков вызывает, вампиров больших, да? Они больно бьют, но самое главное по 100 хп едают. Как начнешь, так и пойдет жара дальше. Вот к этой стенке подводи. К этой стенке. Вот сюда вниз. Или вот сюда вниз. Но важно так, значит. Когда он вызовет первого толстяка, тебе надо, чтобы он к тебе в упор был. Пускай он тебя бьет, ломает броню. Пофигу. Важно, чтобы он в упор к тебе стоял. Ну, то есть вот здесь, да? Будь. Вот здесь. И как только вызывает толстяка, уходим в противоположный угол и убиваем этого толстяка. Пока этот бомж до тебя дойдет, толстяк разлетится. Юзать будем вот таким образом, да? Вот такой пистолет и вот такую шнягу. Я, значит, пока поставлю вот эту шнягу. Почему? Ну, это говнище полное. Я буду ему хп снимать. Это первый этап. Второй этап. Пливуны. И тут проблема. Мы с тобой их, когда проходили, в Изи вообще. Что в руках у нас с тобой? У меня в руках Скары и АК. Стоп модификациями в игре. Если сравнить АК и вот эти вот говнооружия, это... Блин, я даже не знаю, как с чем сравнить-то. Ну, короче говоря, вот это как М16 без модификации, да? Вот это как М16 там с какой-нибудь одной модификацией на урон, но все те же промахи. Против АК с фулл модами. Ну, как он? Ну, скажи мне. Ну, конечно, ты с АК порвешь плеву, но, да, и одного, и второго, и третьего сколько вылезет. А с М16 ты просто не вывезешь. Отсюда вывод. Мы, скорее всего, их не сможем вывозить. И их будет прибывать быстрее, чем... Короче, типа их нельзя убивать. А вот о чем. Ну, как это сделать? Они же, блин, респятся. Их много. Ладно, давай как пойдет, так пойдет. Через жжжж. Пускай будет через жжжж. Попытаюсь я один раз, друзья. Моя задача сейчас пройти первых толстяков. Я просто искал инфу, и их не убивают, и это бред. Их надо убивать, на них умирают, короче. Толстяков пройти. А на блевунах, блин, если мы с тобой, значит, оставим ему меньше половины хп, красиво сделаем. Все нормально, что. Жрать хп надо бесконечно. Вот только тебе чуть отняли, жрешь, да? Так, поехали. Мы все знаем. Мужчина, привет. Ну, то есть, вот это он отнимает, да? Ну, 2800 жизней. Боль вообще. Ну, это много, да. Еще хочу тебе сказать. У него есть стан. Не стой под струей. Когда он вызывает толстяка? Вот в чем вопрос. Вот он. Это стан? Это стан? Это стан? Ах ты ж, блин. Вот. Гад. Ха-ха. Мужчина, вы гад, блин. Красиво сделал. Че затупил-то, а? Вот чем стрелять надо. Че такое? А че с ним случилось? Смотри, че, смотри, че, смотри, че, смотри, че, смотри, че, смотри, че. Ты видел? Начало идеальное, да? Вот сюда его подгоняй. Вот это стан, смотри. Вот сюда его подгоняй, да? И все. А дальше, значит, на 150, что ли, жизни у этого яростного, как в бункере Альфа, да? У тех турбо режим включается. А у этих тормоза включаются. Это наш с тобой звездный час. Теперь мы можем с тобой, значит, поговорить о происходящем. Что это вообще такое было? Как бы это, да? 2500 до жизни было. То есть каждые 300. 2200, следующий толстяк. Ну да, слушай. Идеально, блин. И побежали. Не страшно. Оп, стан. Че такое? Реаниматор съели. Че такое? Так, ты понял, да? Бодаться вот так не выйдет с ним. Давай, давай, давай. Че такое, блин? Смотри. Вот че-то это, блин. Он вообще какой-то талый, да? Когда ты ему снимаешь определенный уровень жизни. Реаниматор уже потеряли, да? Ёлы-палы. Даже звука я не услышал. Настолько я поглощен батлом. Кстати. Оп. Ага, вон че. Вот че происходит с стволом. Ха-ха, по единичке бьем. Грязь. Ну мы его сломали, да? Понятно. Я доволен. Мы потестили с тобой резонатор. Если ты не заметил, он очень крут. Да, насколько крут. Вообще просто бесподобен, блин. Резонатор прям огонь. Теперь остается последний толстяк, если я не ошибаюсь. Опять же. Дальше начинается жара. Что я еще не видел? Скажи мне. Скажи мне, что я не видел? Ааа. Ахаха. Мы не видели еще обилку, которая убивает нафиг нас в щи. Сейчас будет третий толстяк. Ёлы-палы. Вот реально пытался найти на ютубе, на не ютубе. Не могу найти, ты понял че? Не нашел. Мы не видели с тобой его финальный, да? Прибей меня называется. Когда он его заюзает? Фиг знает, да? Так, ладно. Одно знаю точно. Че это было? Как же страшно, а? Ты понял, че я боюсь? Ну ты же понял, да? Я боюсь финальной обилки. Вот этой прибей меня, блин. Че? Че произошло? Только не дабл, бомж. Че дальше-то? Не было скилла, да? Так, все ясно. Когда он скинет броню, он юзает круг. Да? Прибей меня. Ёлы-палы. Ясно, как вообще, как белый день. Так, хорошо. Хорошо, мужчина. Давай, не будем торопиться. Дружище, давай селфи сделаем, а? Ну серьезно, блин, друг. Ну не это. Эй! А че ты злишься-то, друг? Давай нормально селфи сделаем. Привет, бобер. Ну он переживает, как бы. Так, ладно, хватит. Смотри, попадешь под стан, он их бесконечно лепит, как ненормально вообще. Под стан не попасть, и вот так стоять бомбить. Как? Видел? Ха-ха! Класс! Так, все, поехала, жара. Поехала, жара. Успевать будем бомжей отстреливать или нет? Ой, блин, не, не будем. Да, не будем, да? Они же еще и плевуны тут все, верблюды ненормальные. А че он там куюзал, а? Ёлы-палы, тут все в блевотине, ребята. Ступить негде. Вы, блин, нормальные вообще, а? Че так уюзает такое? Хо-о-о, грязь, да? Ну как ты их будешь успевать? Сколько максимум этих бомжей может быть? Вот это мне сейчас интересно. Вот это что такое? Что это вот это он юзал такое? Это не прибей меня, если сможешь. Походу, четыре вылазила, да, плевуна? Четыре, да, вылазила? Капец. Так, угу. Как вариант. Но они же еще и коцают нас, и больно, блин. Ёлы-палы. Так, все, я в принципе... Мы уже сделали с тобой много, увидели много. Как вообще переодеть здесь бинты, скажи мне? Как бинты переодеть, блин? Так, вот так вот, да? Не те, правда, переодел. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Я не знаю вот это... Так, сколько плевунов уже накопили? Много, блин. Ну я же говорил тебе, ёлы-палы. Пытаться их отстреливать? Давай хоть узнаем максимальное... Вот здесь можно дробашь. Да нет, это фигня полная. А бинты текут вообще, да? Как вода, блин. Вот моменты, да? Когда надо его отстреливать. Короче. Я в шоке. Воу-воу-воу-воу, тише-тише. Слушай, они больно бьют. Сейчас, короче, когда броня откиснет, мне привет будет. Я мог попытаться их отстреливать, да? С автомата и с пистолета. Ну я тебе скажу честно. Это просто расход генезис стволов в пустоту. Так, заюзал я этот реаниматор, да? Давай, короче, я просто откисаю. Ну это бред. Давай я просто откисну спокойно, да? И не буду тратить стволы генезис. Сейчас всё сведётся к тому, что меня запаровозят они. Если его и проходить, надо всех их убивать. Да? Я вот что тебе хочу сказать. Я по блевоте, не просто откис. Как ты считаешь, мы много сделали в плане развития, прохождения ледокола? С толстяками всё ясно. Действительно, да, вывозят ствол. Можно заменить его обычным автоматом. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и мы продолжаем. И это последний день на земле. Ну как тебе поединок? Оставляйте свои комментарии. Я считаю, я сделал всё, что я могу. Пора подвести итог. Нам не хватает с тобой ДПСа. Нам просто не хватает урона, наносимого в секунду. Его можно ли вообще повысить? Безусловно, можно. Повысить урон и успевать плевунов убивать. Их надо убивать без вариантов. Ты видел, да? Слишком большая орда. Целенаправленно пытаться его убить, мне кажется, не получится. Надо их убивать обязательно. Как повысить урон? Первое. Лекарь. Лекарь, который стоит дома. Он увеличивает на 10% огнестрел. Вяленое мясо. Есть такая штука. Это раз. Здесь, в лаборатории, есть такой апкаст. Я его сейчас попозже обязательно покажу. Увеличивает на 3% за каждый пройденный сектор. Вот и всё. Вывод какой? Либо ждём обновления, где нам добавят модификации стволов Генезис, да? Либо просто увеличение на максимум возможного урона вообще. Есть ещё один апкаст здесь, в лаборатории. Он увеличивает ещё на 10% огнестрел. Итого можно разогнать на 32%. Это серьёзно. У тебя ДПС будет очень жёсткий. Но сложность этого апкаста в том, что у тебя выше 95% должна быть еда и вода. То есть тебе надо будет лечиться по факту вонючей морковкой. Почему вонючей? Да это не серьёзно вообще. Морковкой лечиться? Чё, серьёзно? Блин. Да это не серьёзно. В общем, можно ли его победить? Да как вообще на раз-два? Я считаю, я всё тебе показал. Но это жесть. Жесть. И это только после того, как ты возьмёшь апкасты. Мы договорились с тобой, хорошо? Без них не иди. Во-первых, тебе нужна стопудовая уверенность. С каждым новым сектором ваш урон и эффективность медицины растёт. На медицину пофигу. Нам с тобой ДПСа не хватает. Урон в секунду, да? Чтоб сносить бомжей и нормально его бомбить. Как мы делаем на нормы. Когда у тебя в руках АК хороший, Скар с модами, да? Легко его проходишь. Потому что урон больше. Поэтому вот это обязательно. И лекарь обязательно на 10% огнестрел. И это уже у тебя будет 16-19% тип того. И ты скажешь, так этот скилл мне ещё может и не выпасть. Ну, кто спорит? За донат, за голду проматываешь до тех пор, пока он тебе не выпадет. И ещё вот здесь вот, да? Вот где шипы, тюма. Здесь могут дать ещё один скилл. Ещё увеличит твой огнестрел на 10%. Это будет вообще бешеный урон. Но я тебя сразу предупреждаю. С вонючей морковкой проходить ледокола? Чё, серьёзно? Да ну нафиг. Не, я, я, я. Вот эти 10% я оставлю в покое. Я знал об этом исходе. Честно. Я сразу себе сказал. Ещё до боя с ним. Если бомжи будут идти бесконечно. То есть не максималка, допустим, он трёх вызвал и всё, да? Ну, была такая надежда. А чё нет? Что он типа трёшечку вызывает? Если три человека бегает, ну максимум четыре, он других не вызывает. Нет, он их вызывает бесконечно. Это жесть. Это жесть. Их надо убивать. Да, он у меня ещё был увеличенный. У него уровень жизни был на 40% больше. Ну а теперь пойдём. Заслуженная награда. Первый раз. Блин. Топ. Просто лучший ящик лаборатории. Лучший. А чё так это, да? Блин. Ну, я даже не знаю, чё тебе сказать. Два ультиматума, да? Два ультиматума. Три ствола генезис. Это самое главное. Плюс. Вот здесь у меня лежало, да? Два ствола генезис. По броне ты видишь. Вот эту броню скрафтить вообще. Это дико. Ну и опять же, да? Нам дают гранаты. В лабе нам дают не гранаты. Короче, слушай, я тебе в целом могу сказать очень круто. Ну а если ты был на вчерашнем стриме, то ты уже видел этот ящик. Огромное спасибо, друзья, всем, кто пришёл на стрим. Отдельное спасибо всем, кто поддержал, конечно же. С вами был Харди. Если понравился ролик, конечно, оцени лайком. Конечно, оцени лайком. Подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Ставь колокольчик и не пропускай. Впереди ещё очень много всего интересного. Ждём. Завтра наступит финальная третья неделя. Сезона 16. Софи и я. Удачи с себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok